Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые участники Директ-Академии, участники сегодняшнего вебинара. Я рад вас приветствовать на нашем следующем вебинаре. Продолжение следует... 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 В самом начале чата размещены 4 полезные ссылки. Первая из них ведет на наше расписание, и в этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. Расписание, правда, пополняется, но в основном оно уже составлено, и им можно пользоваться и регистрироваться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором расположено уже более 400 записей наших вебинаров. Так что подписывайтесь и будете всегда в курсе того, что происходит. Запись этого вебинара тоже ведется, и через некоторое время она попадет на этот наш видеоканал. Для тех, кто хочет учиться дистанционно, наша страница онлайн-курсы, и на ней представлено в настоящий момент 9 наших курсов. Вот один из этих курсов начинается у нас прямо сегодня, и я вижу, что его автор как раз находится среди слушателей нашего сегодняшнего вебинара. Я очень этому рад. В свою очередь хочу вас направить на эту страницу, чтобы посмотреть, что вас на ней интересует. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы можете приобрести сертификат за участие в вебинаре спустя несколько минут после его окончания. Это касается этого вебинара, а также всех вебинаров, которые вы посетили в ранге слушателей. Ну, что ж, я хотел бы также сделать некий анонс и дать вам информацию в этот раз не о трех следующих вебинарах, а о том треке вебинаров, в котором... Одну минутку. Так, вот немножко получилось жидко, но, надеюсь, зато понятно. Вебинары, которые входят в трек, который, в свою очередь, называется трек вебинаров о вебинарах. У нас подобралось в январе-феврале целых 8 вебинаров, которые направлены на то, чтобы подготовить людей к проведению вебинаров. Во всех смыслах этого слова. Как спикеров, как потенциальных спикеров, как организаторов, в некотором смысле, как тех, кто будет осуществлять выбор стратегии вебинаров и так далее. Вот эти 8 вебинаров, один из них прошел на прошлой неделе, его вел я. Еще три вебинара проведу я. Сегодняшний вебинар, вебинар 28 числа, это часть вторая практических советов ведущему, называется «Работа ведущего в эфире». 31 января завершается моя часть трека, которая называется «После вебинара. Собираем плоды труда». 7 февраля Дмитрий Кречман, один из руководителей компании «Гиперметод», у него должен быть замечательный вебинар, обязательно запишитесь. Е-класс, вебинары не как у всех на платформе «Гиперметод». Е-класс действительно мне, Дмитрий, показывал эту систему, замечательная система, не похожая на другие системы, возможно, именно она вам покажется интересной. 8 февраля Татьяна Телегина проведет вебинар, наша постоянная ведущая Татьяна Телегина проведет вебинар «Ошибка выжившего или подводные камни вебинариста». Татьяна поделится своим опытом, тоже богатым, проведением вебинаров. Надеюсь, это будет интересно. 14 февраля Дмитрий Кирьянов проведет вебинар «Как выбрать платформу для вебинара». Очень рекомендую тех, кто сейчас озаботился тем, какую же платформу выбрать и на чем остановиться. Ну и, наконец, 18 февраля один из лучших специалистов по направлению вебинарной деятельностью Лариса Бух проведет вебинар «Мужское и женское гендерные особенности слушателей вебинаров». Все, на этом вводная часть завершается. И я начинаю наш сегодняшний вебинар, напоминая его тему. Да, сегодня у нас достаточно яркое солнце светит. Я заранее извиняюсь за то, что вот так вот засветка небольшая у нас в изображении моем. Ну, от этого никуда не деться. Уже шторы и так я закрыл. Тем не менее, вот получается вот так. Ну что ж, начнем наш вебинар. Итак, на предыдущем вебинаре мы рассмотрели общие вопросы, связанные с тем, почему же вебинар – это хорошо, и почему вам надо начать заниматься вебинарной деятельностью. Не только вам, вам, возможно, вашим подчиненным, преподавателям, которые с вашей кафедрой, например, которые еще не раскусили всей возможности вебинара. Вот зачем надо этим заниматься? Специально подготовил такой подробный вебинар, потому что просто упоминание о том, что вот вебинар – это хорошо, и это удаленный семинар, он не приводит к результатам. Пришлось расшифровать на целый вебинар. Сегодня следующий момент. Вот вы уже приняли решение стать спикером, и к вебинару уже надо подготовиться. Затем редким исключением, когда вы предполагаете, что ваш вебинар будет носить чисто риторический характер, то есть, может, я неправильно выразился, но вы собираетесь все, что вы хотите сказать, сказать голосом. Это редкий случай, и иногда он тоже имеет право на жизнь. Вот за этим редким исключением к вебинару надо готовиться. К вебинару надо готовить материалы. И материалы эти немного отличаются от того, как вы готовитесь. Если вы уже выступали когда-то преподавателем в УЗИ, в школе, где-то еще, вы, конечно, готовились к своим урокам или занятиям. Ну, здесь все немножко по-другому, потому что технология другая. Если вы никогда не проводили вебинары и вообще не участвовали ни в каких занятиях, никого не учили, это тоже не значит, что вы не можете провести вебинар. Вам, может быть, просто у вас накопился опыт, и вы, наконец, созрели для того, чтобы что-то людям показать. И вебинар – это, кстати, наверное, лучший способ это сделать, прежде чем начинать это делать очно. Так вот, сегодня мы поговорим о подготовке материалов. И я утверждаю, что это, наверное, если не 50% успеха, то... По-моему, даже не 50, по-моему, 70% успеха. Как подготовитесь к вебинару, так его и проведете. Если кто-то ходил на мои вебинары, посвященные учебному видео, то может провести аналогию, что примерно то же самое я говорил и о подготовке учебных роликов. Когда говорил, что подготовка материалов к записи учебного ролика – это 70% результата. Вот примерно то же самое и здесь, но здесь есть существенные нюансы. Давайте по ним и, собственно, и пойдем. Итак, на мой взгляд, вебинар, если рассматривать его глазами спикера, он содержит в себе следующие вопросы. Для того, чтобы его провести, надо понять следующее. Первое – это контент вебинара. То, что мы будем рассматривать сегодня. Так, сейчас я включу карандашик. Контент вебинара. Это будет сегодня. Второй вопрос – взаимодействие или то, как себя вести на вебинаре. Это второй вопрос. И его мы будем рассматривать на следующем вебинаре, который будет 28 января. И вопрос технологий, который примыкает и к первому, и ко второму вопросу. Мы постоянно будем его касаться. И на этом вебинаре, и на двух следующих. Поэтому я просто вот так вот стрелочки сюда проведу, что и сегодня, и на следующем вебинаре этот вопрос мы потихонечку рассматривать будем. Но отдельный вебинар по нему делать не будем. Будем также считать, что вот те вебинары, о которых я говорил в нашем анонсе, в частности, выбор платформы для вебинара, E-класс вебинары, вот это все посвящено в той или иной степени технологиям. И технологии тоже будут у нас активно обсуждены на нашем треке вебинаров. Итак, контент вебинара. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. План у нас сегодня такой. Поговорим о форматах в файлах и об особенностях их показа в вебинаре. Поговорим о том, что хорошо и что плохо в презентации, которая является де-факто основным материалом, который мы готовим к вебинару. Поговорим о текстах как об основной части той же презентации и обсудим текст с другой стороны, как чат, например. Немножко поговорим об опросах в вебинарах, что это и как их надо готовить. Конечно, поговорим об изображениях. Как использовать изображения, какие изображения важны, какие нет, как их использовать на презентациях, надо ли делать отдельные изображения вне презентации и так далее. Отдельный вид изображения – это скриншоты. Очень важный момент для вебинаров. Если у вас учебный вебинар, который посвящен в той или иной степени какому-то программному обеспечению или любому объекту, который можно показать на компьютере, то скриншоты будут являться важной частью вашего вебинара и на них надо обратить внимание. Видеоролики. Тут вкратце коснусь. Собственно, по видео я проводил для вас 4 отдельных вебинара и тут… или 3, не помню. Но не суть. Смысл в том, что сегодня мы вкратце еще раз об этом поговорим и я также расскажу об особенностях использования видеороликов в вебинаре. Особая часть видеороликов – это, как всегда, особо мы об этом говорим – это скринкасты, как тот вид, демократичный вид видеороликов, который вы можете изготовить сами. Ну и, наконец, поговорим о подборе внешних материалов для вашего вебинара и коснемся вопроса Creative Commons, то есть свободной лицензии, где брать эти материалы и как их использовать. Форматы. Это касается не только вебинаров, касается вообще любой деятельности на компьютере. Всегда надо знать, какие форматы файлов для вас являются важными, какие форматы использует то программное обеспечение, с которым вы работаете, что она может с этими форматами делать, что не может делать. Поэтому, когда вы начинаете работать с подготовкой к вебинарам, к вебинару главное, что вы должны сначала для себя выяснить – это какие форматы файлов поддерживает ваша вебинарная система. Ну, в частности, одна из распространенных ошибок – человек приходит с форматом презентации, который не поддерживается в вебинарной системе. Бывают такие случаи, и это означает сразу, если это человек выяснил за 10 минут до вебинара, то может оказаться, что это просто крах вебинара, потому что человек не успевает переконвертировать презентацию, ну и многие-многие другие неприятности. Итак, сразу выясните, первое правило, сразу выясните, какие форматы файлов поддерживаются вашей вебинарной системой и какие из этих форматов файлов вам необходимы. Точнее, наоборот. Сначала выберите, какие файлы вам необходимы для вашего вебинара и выясняйте, поддерживаются ли эти форматы вашей вебинарной системой. Первая формулировка, это какие форматы файлов поддержатся вашей системой, полный список Это уже, наверное, такой исчерпывающий ответ на вопрос Его можно выяснить, но не обязательно перед вашим первым вебинаром Следующее, что вы должны для себя решить Будете ли вы этот файл показывать во время вебинара Или этот файл вы даете только на скачку Если вы даете файл только на скачку, то немножко проще Как правило, вы можете просто загрузить файл в систему, не думая о том, поддерживается ли этот файл вебинарной системой или нет В данном случае все попроще Но если вы вдруг передумаете и решите показать этот файл, то имейте в виду, что могут быть какие-то неожиданности И то, что вы считаете файлом для показа, может просто не воспроизвестись системой Например, графический файл в каком-то старом формате или наоборот в каком-то очень специфическом формате Я не уверен даже, что файлы в формате TIFF могут быть показаны многими системами вебинарными Следующий вопрос, который вы должны себе задать Тяжелый это формат или легкий? Тяжелый или легкий с точки зрения количества килобайт, мегабайт, который этот файл занимает То есть сколько он весит Опять же, в этом случае вы должны обратиться к своей вебинарной системе И узнать лимит загрузки файла Это может, кстати, касаться не только вебинарной платформы Ну и конкретно вашего тарифа или конкретных договоренностей с той компанией, у которой вы арендуете вебинар Вот я, например, знаю, что в некоторых аккаунтах Мирополиса, с которыми мы с вами работаем Принято ограничение 25 мегабайт на размер одного файла В других 50 мегабайт в нашем тарифе, например Не тарифе, в нашем конкретно аккаунте 100 мегабайт И я не исключаю, что в каких-то других системах вообще нет ограничений Или оно гораздо выше То есть вы должны понимать свой лимит Это, например, может сказаться даже на таком простом формате, как ваша презентация Если ваша презентация содержит большое количество скриншотов в формате PNG PNG-шные файлы весят достаточно много И может оказаться, что ваша презентация на 30 слайдов или на 50 слайдов Будет очень много весить и не поместится в вашу вебинарную комнату Ну и четвертый пункт Он примыкает к пункту 2 Надо понимать, стандартный это формат или специфический Если это специфический формат, связанный с вашей деятельностью То, видимо, вам придется смириться с тем, что этот файл надо дать только на скачку И показать его внутри вебинара не получится Какие конкретно форматы файлов часто применяются в вебинарах? Разумеется, это все виды файлов Powerpoint Почти все виды вебинаров понимают непосредственно Powerpoint Но некоторые требуют перед тем, как загрузить в систему, преобразовать файл Powerpoint в PDF Это, к счастью, в последних версиях Powerpoint стандартная операция Просто сохраняйте формат PDF и все Формат PDF, конечно, может быть показан и не только как формат для презентации Но любой файл PDF также может быть показан Имейте, однако, в виду, что если верстка этого PDF формата вертикальная То показывать будет не совсем удобно И такой файл тоже лучше дать на скачку Конечно, формат MP4, самый распространенный формат для видеороликов Видеоролики можно и нужно показывать на вебинарах И перед тем, как их показать, лучше преобразовать ваши файлы в самый стандартный формат MP4 Файлов для видео огромное количество Но лучше иметь файл в самом стандартном стандарте MP4 Тогда, скорее всего, с любой вебинарной системой у вас не будет проблем Графические файлы ориентируетесь на два формата Это JPEG и PNG Для показа, разумеется Для того, чтобы давать файлы на скачку, можете использовать любые форматы JPEG для файлов растровых PNG тоже, собственно, для файлов растровых Но для тех, в которых важно показать мелкие детали Такие, как детали интерфейса А также в тех случаях, когда вам важно показать альфа-канал То есть канал прозрачности в этом файле Все виды текстовых файлов Хочу, однако, отметить, что Такие файлы понимаются большинством систем Хочу, однако, отметить, что Обычно нет смысла именно в этих форматах давать информацию Если у вас файл в формате текста То лучше преобразовать его в PDF То же самое может касаться файлов DOC, DOCX Преобразуйте, не поленитесь Преобразовать его в PDF И тогда точно его можно будет и красиво показать И красиво передать И не надо рассчитывать на то, что со стороны пользователя должен быть Word Для того, чтобы он нормально его посмотрел Но имеет смысл давать эти файлы в таком формате Если это, например, файлы для домашних заданий Где пользователь должен не только посмотреть Но и что-то поправить, а потом вам передать В этом смысле, конечно, такие файлы имеют смысл Но надо их давать на скачку Все типы множественных файлов, которые вы хотите передать В виде одного файла Лучше передавать в файле архива ZIP файла Не забывая о проблеме размера Если размер чрезмерный Вам придется передавать этот ZIP файл ссылкой Поместить его сначала в какое-то облачное хранилище И передать вашим слушателям через ссылку в чате Ну и, наконец, можно не задумываться о виде формата Кроме его размера Если вы даете файлы на скачку Презентация Самый первый и главный вид для вебинара Это материалов, которые вы готовите Да, конечно, вы можете, еще раз хочу сказать Вы можете готовить вебинар не на основе презентации А, например, на основе собственной речи Просто Либо на основе показа Показа стола Об этом мы немножко поговорим на следующем нашем вебинаре Вот Но если у вас классический вебинар То вы, как правило, используете презентацию И презентация является у вас базовым видом вашего материала То есть тем видом материала На котором строится структура вашего вебинара И который большее время самого вебинара находится в качестве демонстрационного материала на экране То есть презентация это то, что ваши слушатели видят большую часть времени Ну и тут я покажу Позволю себе показать несколько кадров Которые я обычно использую в вебинарах про видео С некоторыми добавлениями и исправлениями Они точно так же важны для вебинара Только, ну, немножко в ином ключе Итак, надо всегда помнить, что презентация является промежуточным материалом для вебинара Это означает Что не надо делать презентацию Такой, что по самой презентации Можно ее раздать слушателям И они больше вебинар могут не смотреть Все на вебинаре, все на этой презентации сказано Если вы помните, на прошлом своем вебинаре я отступил от этого правила Специально сделал вам презентацию такую Которая содержала достаточно длинные тезисы Из одного, двух, трех предложений А не такие очень краткие тезисы с картинками Специально потому, что вебинар назывался 33 тезиса для вас и вашего начальника Чтобы начать заниматься вебинарами Сознательно это сделал с тем, чтобы вебинар Эту презентацию вы могли показать кому-то еще Именно в виде презентации, а не в виде записи Но это редкий случай Обычно все-таки делайте презентацию такой Чтобы она для вас была путеводной звездой А не окончательным документом Презентация должна, во-первых, подсказывать вам, что говорить А во-вторых, должна являться подсказкой Ключом для ваших слушателей Для того, чтобы воспринимать то, что вы говорите То есть, очень краткий тезис Ну, достаточно краткий, не всегда очень Достаточно краткий тезис Обязательно якорная картинка какая-нибудь Плохо, когда совсем нет картинки Один только текст Якорная картинка должна быть Якорь в том смысле, что она цепляет глаз Вашего слушателя Ну, по картинке мы еще немножко поговорим Ну, вот и все, собственно, требования Такие вот Сильные требования К презентации И начнем их сейчас немножко разворачивать Да, вы можете посмотреть Также практически любой хороший обзор Того, что хорошо и плохо на вебинаре Прошу прощения Для презентации Вот, в частности, я Люблю ссылаться вот на этот текст на Хабре 10 ошибок при презентации проекта Несмотря на то, что он посвящен Очному выступлению Вот, для нас там тоже очень много полезного Еще раз здесь повторю на этом слайде О том, что звуковое сопровождение будет важно И не надо делать так, чтобы оно было не важно Да То есть Презентуйте материал так Основываясь на том, что Голосовая ваша нагрузка будет, как минимум Столь же важной, как и графическая часть А то и даже и более важной Смело пользуйтесь Тем, что позволяет вам рисовать Для этого Изучите вашу вебинарную систему И поймите, где находятся элементы рисования И как ими пользоваться Вот я, например, как вы знаете Если ходите на мои вебинары Знаете, что я очень люблю что-то рисовать И какие-то циферки Небольшие писать здесь Там 1, 2 Ставить галочки Что еще можно, например, делать Можно еще рисовать вот такие квадратики Можно еще Вот такие вот вещи рисовать Я, правда, это не часто делаю Ну и должны понять, как это делать Чтобы в момент вебинара Это, можно сказать, отлетало от зубов То есть не требовало лишние минуты На то, чтобы Ой, а где здесь рисование И так далее Заранее убедитесь, где это находится И пользуйтесь Пользуйтесь, потому что Невозможно сделать Ну, вообще можно, конечно, сделать вебинар На две сотни слайдов И переключать их Каждые 15 секунд Ну, это, в общем, во-первых Требует больших усилий Во-вторых, не всегда надо Часто внутри кадра Внимание Чтобы переключалось Внимание между разными Обзацами Или разными частями картинки Можно использовать просто Вот такое простенькое рисование Обязательно его используйте Это позволяет Держать аудиторию В тонусе В то время, как вы говорите Если есть возможность Используйте готовые шаблоны Которые были созданы дизайнером Специально для ваших презентаций Ну, часто такие шаблоны Есть в рамках каких-то Учреждений Которые занимаются Учебной деятельностью Иногда их нет Если их нет То подайте Если их нет И в вашем учебном учреждении Активно используются презентации Подайте вашему руководству Такую идею Один раз нанять дизайнера Чтобы он сделал Хорошие, красивые Шаблоны презентаций На все случаи Обращаю ваше внимание Шаблоны учебных презентаций Скорее всего Для презентаций С которыми вы на конференции ездите У вас есть шаблоны А вот учебные презентации Чтобы шаблончики тоже были сделаны И это будет большое подспорье Всем преподавателям Которые у вас есть С тем, чтобы они Меньше задумывались над дизайном А больше над сутью этих презентаций Еще раз Тезисы короткие Иллюстрации крупные И контрастные Вот Всегда советую посмотреть Вот этот вот Небольшой Небольшой курсик Открытый Этот курс Сделал Центр Лернинг В свое время Ну на просмотр Вам 20 минут Достаточно будет Чтобы понять Что хорошо А что плохо В презентации Не буду тратить на это время Потому что это Общие Очень общие соображения Такие Шаблоны Еще раз Говорю Что вот Если есть шаблоны Используйте Вот это например Пример шаблона С пояснениями С пояснениями дизайнера Как что и где делать Структура презентации Презентация не должна идти Единым комом Вот начали И идет список Слайдов Непонятно Как он меняется Непонятно Когда он будет закончен И так далее Лучше внутри иметь презентацию Хотя бы в виде Списка Под тем Или списка вопросов Которые вы Используете Ну а может быть Еще и какую-то Более тонкую Структуру Вебинар не должен быть Монотонным А для этого В нем должна быть Структура Структура Может быть Межкадровая То есть Когда вы просто Несколько слайдов Посвящаете Одному вопросу Потом Переходите на другой вопрос На третий вопрос Она может быть Внутрикадровая Когда вы делаете Некие Подобие Внутрикадровые Анимации Ну сейчас Объясню Как Как это делать Ну и наконец Она может быть Голосовой Когда вы А да Разумеется Она может быть Опять же Вот То о чем я говорил Выделение частей Это является Средством Внутрикадровой Структуры То есть Когда вы У вас есть Несколько тезисов И говоря о каждом Вы например Его подчеркиваете Или Выделяете что-то На рисунке Во время того Как говорите Это Внутрикадровая Структура И Ей пренебрегать Тоже Не стоит Ну и наконец Голосовая Структура Это когда вы Эмоционально Делите На части Вашу презентацию И немножко По-разному Даете Каждую Может быть Разной интенсивностью Или Разная Эмоциональная Вовлеченность Это тоже Хорошо Это создает Контраст Все что Создает Контраст Это хорошо Анимация Особый Особый Случай Когда я Говорю О Учебных Роликах Я всегда Говорю Что Если ваш Учебный Ролик Строится На основе Презентации Можно Использовать Внутри Кадровую Анимацию Это очень Здорово Когда Отдельные Абзацы Отдельные Части Рисунка Появляются Один за Другим И В общем Это в некотором Смысле Становится Заменой Нормальной Хорошей Профессиональной Анимации А с другой Стороны Это является Заменой Школьной Доски Когда Преподаватель Пишет что-то мелом И параллельно Объясняет Это тоже Очень хороший Стиль И его Воспроизведение В презентации Может быть Именно таковым Вплоть до того Что вы можете Поставить Побуквенное Воспроизведение Какого-то Абзаца Он будет У вас Появляться Как будто Вы его Пишите А вот Сейчас И здесь К сожалению Вебинары Большинство Вебинаров Собственно Я даже Не знаю Тех Вебинаров Которые Это поддерживают Внутритекстовую Да Я хотел бы Отметить Что совсем Недавно Вот видел Учебный Ролик По математике Сделанный На основе Внутрикадровой Анимации Который Был Сделан Настолько здорово Что Можно было Подумать Что Это Профессиональная Анимация Вообще Это Как будто Мультик снят Специально Вот Настолько Хорошо Люди Освоили Вот этот Вот Возможности В Пау-поинте То есть Не Пренебрегайте Этими Возможностями Но Не для Сегодняшнего Дня Это Не для Сегодняшнего Вебинара Вот сейчас Мы берем И Зачеркиваем Вот эти Вот Возможности К сожалению Большинство Вебинарных Систем Буду Говорить Про те Которые Знаю Все Вебинарные Системы Не поддерживают Внутрикадровую Анимацию То есть При погрузке Презентации Ну Либо При В тот момент Когда вы Сохраняете Презентацию В PDF Формат Либо При погрузке Презентации В Вебинарную Комнату У вас Вся ваша Анимация Схлопнется В тот Кадр Который Является Последним В этой Анимации А то И хуже Там Может Получиться Так Что Все Изображения Если у вас Изображения Внутри кадра Там Входят И уходят Там То Они все Налепятся На этот кадр И На него Вообще Нельзя Будет смотреть Выход Какой Выход Эту Презентацию Раз Раздраконивать На Отдельные Кадры То есть Вместо Одного Слайда С анимацией Делать Пять слайдов Последовательно Показывающих Тот Процесс Который Происходит Ну Неприятно Но Ничего Страшного Вполне Можно Жить Зная О том Что Это Не Работает Главное Вовремя Если Вовремя Вовремя Вспомните Если Вы Хотите Использовать Ту Анимацию Которая У вас Есть То есть Старую Какую-то Свою Презентацию С анимацией Должны Понимать Что В момент Когда Вы Используете Для Вебинара Надо Вспомнить Что Там Эта Анимация Есть И Заменить Ее На Покадровый Показ А то Я Уделяю Такое Внимание Потому Что Это Одна Из Типичных Ошибок Люди Просто Грузят Свою Старую Презентацию И Только В тот Момент Когда Показывается Какой-то Кадр Там 15 Или 16 Ох Ты А Здесь У меня Не Показалось Вот И Начинают Извиняться И так Далее Лучше Знать Об этом Заранее Ну И Здесь Я Хотел Бы Если До Чих Пор Мы Говорили О Том Что Собственно И Так Мы Говорим При Производстве Презентации То Сейчас Хочу Про Особенности Презентации Для Вебинара Ну Во-первых Первый Ваш Слайд Представляет Вебинар Ну Это Часто И Вообще В презентации Обычно Бывает Да Название Там Еще что-то Что вы хотите Сказать Вот Но здесь Это достаточно важно Потому что Первый слайд Его желательно Поместить До начала Вебинара Чтоб в тот момент Когда народ Собирается На вебинар Он уже Понимал Что происходит И Спокойно Себе Ждал Начала Вебинара А Не Волновался Попал Я На Тот Вебинар Там Или А Будет Л Вебинар И так Далее Поэтому Всегда Делайте Первый Слайд Максимально Информативным Простым Информативным Который Говорит О том Что Это Вы Когда Вы Начнете Эту Презентацию И Название Вашего Вебинара Следующий Вопрос Дискуссионный В каком Формате Делать Вашу Презентацию 4 к 3 Или 16 к 9 Ну вот Как видите Что Например В этой Конкретной Вебинарной Комнате В Мерополисе Лучше Делать 4 к 3 Потому Что Вот Это Расстояние Оно Почти Полностью Вертикально Занимает Кадр И Это Здорово Вы Имеете Возможность Пользоваться Большим Большим Объемом Тем Большой Площадью Чем Больше Площадь Для Показа Тем Больше Увидят Ваши Слушатели Тем Меньше Меньшего Размера Детали Они Увидят На Слушателей Некоторые Вебинарные Комнаты Построены По Другому Принципу Где Размер 16 к 9 Который Сейчас Становится Достаточно Распространенным Для Проекторов Уже Он Показывается Нормально И Даже Является Предпочтительным Форматом Поэтому Вот Всегда Имейте Это Ввиду И Если Точно Знаете В Какой Вебинарной Комнате Вы Это Все Будете Показывать То Адаптируйте Вашу Презентацию Под Тот Размер Кадра То Соотношение Сторон Которое Для Этой Вебинарной Комнаты Будет Оптимальным Используйте Всегда Шрифты По Умолчанию На Всякий Случай Если Вы Только Не Собираетесь Свою Презентацию Сразу Преобразовать В pdf И Представлять Уже В pdf Формате Если Вы Рассчитываете На Вашу Вебинарную Систему Что При Погрузке Она Оцифрует Вашу Презентацию В Ряд Кадров И Все Будет Нормально Используйте Те Шрифты Которые Есть По Умолчанию В PowerPoint Ну Например Шрифт Ariel Тогда Точно Все Будет Так Как Вы Задумали При Использовании Нестандартных Шрифтов Они Могут Съехать Особенно Если Это Какие-то Акцедентные Шрифты То есть Красивости Какие-то Вы Хотите Использовать Узкие Шрифты И так Далее Они Обязательно Съедут И Будет Плохо Еще Ничего Если Они Станут Меньше Если Они Существенно Больше И Например Вот Этот Список Куда-то Сюда Уйдет За Размер Кадра Вам Придется Извиняться И Самому Будет Очень Неудобно Поэтому Лучше Сразу Используйте Шрифты По Умолчанию Наступите На горло Своей Песни Связанной С вашим Эстетическим Чувствам И И Используйте Все Только Стандартное Как Я Уже Говорил Делайте Раскадровку Вместо Анимации Еще Раз Говорить Не Буду Ставьте Явные Ссылки На Все Что Считаете Важным Конечно В Презентации Эти Явные Ссылки Не Будут Работать То Если Вы Дали Здесь Какую То Ссылочку Вот Так Вот Да Ну Вместо Текста То Тыкнуть На Нее Вашему Слушателю Не Удастся Но Зато Ваш Слушатель Сможет Скачать Вашу Презентацию И Использовать Потом Эту Ссылку Для Себя Вебинар Отличается Об этом Я говорил На Прошлом Своем Вебинаре О том Что Выгодную Сторону Вебинара Отличается Тем Что У всех Ваших Слушателей Есть Компьютеры Все Ваши Слушатели Могут При Желании Если Вы Это Позволите Скачать Вашу Презентацию И Воспользоваться Теми Ссылками Которые Вы Даете На Конференции Такой Возможности Нет Как Правило Да То есть Если Просто Люди Сидят И Вас Слушают И Вы Даете Там Сыпите Десятками Ссылок То Они Только Могут Покачать Головой И Сказать Ну Да Хорошо Но Я Ничего Не могу Посмотреть В данный Момент По крайней Мере В лучшем Случае Смогу После Конференции Если Получу Формат Получу Файл Ваша Презентация А в Вебинаре Это Все Можно Да Поэтому Ссылки Всегда Ставьте Явные Чтоб Люди Могли Ими Воспользоваться Очень Важная Вещь Так Я Много Нарисовал Давайте Сотру Очень Важный Следующий Момент Встроенные Все Встроенные Объекты Не Работают Если У вас Какая Сложная Презентация Построенная На Объектах Встроенных Из Например Таблицы Из Экселя Видео Еще Что-то Встроили То Это Все Работать Не Будет Не Стройте Вашу Презентацию По Такому Сложному По Такой Сложной Схеме Делайте Простые Простые Слайды Которые Однозначным Образом Могут Растеризоваться В Изображении Следующий Пункт Следующий Он Является Следствием Предыдущего Это То Что Видеоролики Надо Загружать Отдельно Есть Такая Возможность В Пау Пойнте Использовать Встраивать Видеоролики Либо Встраивать Вообще Намертво То есть Как Внутрь ПДФ Либо Встраивать Например Из Ютьюба Делать Этого Не Надо Делайте Просто Поясняющий Слайд И О ролике Грузите Отдельно Как Я уже Говорил Возможно Вашу Презентацию Потребуется Преобразовать В ПДФ Пусть Это Для Вас Не Будет Не Будет Неожиданностью А Еще Лучше Имейте ПДФ Вашей Презентации Всегда На Подходе Вот В самом Близкой Папке Которая У вас Есть Если Что-то Пошло Не Так Значит Будет Возможность Загрузить ПДФ Файл Вместо Презентации Ну и Кроме Того Очень Удобно Давать Своим Слушателям Вашу Презентацию Не В ПДФ Формате Не В Формате Пау Пойнта А В Формате ПДФ Особенно Если Вы Не Хотите Чтобы В Этой Презентации Кто-то Что-то Брал Отдельные Кадры И так Далее Ну Лично Я Всегда Даю Презентацию В Исходном Формате В формате ППТ ППТ Икс Чтобы Слушатели При Необходимости Могли И Использовать Покадрово Ну и Еще раз Следите За размером Файла Это Достаточно Важно Чтобы Ваша Презентация Могла Поместиться В Вашу Вебинарную Комнату Следующий Наш Пункт У нас Было Много Вебинаров Здесь Скажу Два Вебинара Было Специально Посвящено Тексту Здесь Скажу Что Для Презентации Все Это Действует Просто В Увеличенном Смысле Да То есть Это Действует Во много Раз Сильнее Чем Просто Для Текстов Текстов Страниц Или Текстов ПДФ Файлов Да В Презентации Как правило Вы даете Крупный Текст Он Является Тезисный Текст Поэтому Всегда Важно Чтобы Типографика Была Нормальной Сейчас Не буду Еще раз Об этом Говорить Просто Хочу Сказать Что Через Форму Текста Автор Передает Важное Сообщение Читателю И Вот От Этого Сообщения Очень Сильно Зависит Восприятие Материала Вашего Если Текст Будет Сверстан Абы Как Там Будут Лишние Пробелы Не так Будет Выровнен Это Сразу Будет Видно Поэтому Делайте Презентацию С точки Зрения Текста Хорошей Больше По этому Поводу Не буду Говорить Только Покажу Еще раз Вот Эту Ссылку Которую Я люблю Давать Она Здесь Тоже Очень Важна Почитайте Пожалуйста Как Улучшить Ленинг При помощи Типографики Это Чтиво Примерно На 40 минут 4 главы Переведенные С английского Языка На мой Взгляд В этом Объеме Будет Вполне Достаточно Чтобы Не делать Каких-то Критических Ошибок Единственное Что Тут Такой Момент Что Делая Презентацию Тексты В вашей Презентации В презентации Можно Тексты Куда угодно В отличие От того же Варда Например Куда угодно Поместить И Кажется Что Это Свобода Она Позволяет Все Что угодно Сделать Ну Вот Не Не злоупотребляйте Это Свободой Вот Делайте Все-таки Относительно Какие-то Строгие Вещи С Текстом Текст Есть еще И в чате Это Этот слайд Я кстати Буду Показывать На следующем Вебинар Повторять Потому Что Это Больше Касается Не Самого Текста А Того Как Вы Проводите Уже Вебинар Но Тем Не Менее Заранее Имейте Ввиду Что Вам С Этим Придется Столкнуться В чате Вам Придется Использовать Телеграфный Стиль Потому Что У спикера В отличие От Участников Вебинара Нет Времени Набирать Длинный Текст В чате Будьте Готовы Формулировать Свои Мысли Очень Кратко В чате Нет Спелл Чекера Ну Вот Хочу Отметить Что Повсеместная Возможность Использовать Спелл Чекер Очень Часто Портит Культуру Письма Люди Просто Не замечают Когда Они делают Ошибки Они знают Что Всегда Эти ошибки Могут Быть Исправлены И пишут Очень Неграмотно Не потому Что Они Неграмотны По своей Суть А потому Что Просто Не обращают Внимания У них Иногда Получается Стиль Речевой Как мы Слышим Так и Пишем Если Задуматься То Напишут Нормально А если Нет То Получится Слово Какое-то Странное Обратите Ваше Внимание В чате Почти Любого Вебинара Нет Спелл Чекера Поэтому Чтобы Вам не Было Мучительно Больно Потом Смотреть На Те Слова Которые Вы Написали Которые Видны Всем Да Очень Подходите К этому Перечитывайте Обязательно Если Вам Надо Делать Какие-то Относительно Большие Вставки Текста Делайте Заготовки Заранее Потому Что Ну Еще раз Потому Что Пункт Первый Да Особенно Если Это Какие-то Ссылки Разумеется Печатать Ссылки С клавиатуры У вас Нет Времени То есть Всегда У Спикера Должен Быть В загашнике Файлик С Заготовками Тех Ссылок И Тех Относительно Длинных Текстов Которые Он хочет Дать По какой-то Причине В чате Давайте Ссылки В чате Но В разумном Количестве Потому Что Огромное Количество Ссылок Может Затуманить Внимание Ну И Наконец Во многих Вебинарах Например Вот Как В Мирополисе Есть Возможность У Спикера Поставить Цвет Отличный От Цвета Пользователей Это Очень Важно Особенно Если Много Людей На Вебинаре И Они Активно Пользуются Чатом Мнение Спикера Должно Обязательно Быть Выделенным Чтобы Его Не Вчитывались Во Всю Простыню А Сразу Было Видно Вот Например Я Всегда Выставляю Красным Я Просто Какой-то Набор Букв Написал Да Могу Поставить Здесь Цвет Синий Да Это И Будет Это Выглядеть Примерно Так Вот Так что Если Есть Такая Возможность Пользуйтесь Им Опросы В Вебинарах Можно Создавать Опросы Как правило И Опросы Можно Готовить Заранее Во Время Проведения Вебинара Уже Нет Времени Создавать Опрос Потому что Опрос Создается Некоторые Ну Например Там Один Опрос Создается В течение Пяти Минут И Это То Время Которое Надо Заранее Потратить Поэтому Ну Во-первых Имейте Ввиду Что На это Надо Уделить Время При Подготовке Еще Во-вторых Пользуйтесь Такими Простыми Правилами Если Этот Опрос Имеет Отношение К Такой Отношение К Тестированию Не Просто Опрос Сколько Процентов Чего Поддерживают Вы Хотите Немножко Протестировать Ваших Слушателей То Следуйте Самым Самым Упрощенным Правилам Тестологии Которые Вам Как Преподавателям Должны Быть Ну В Минимальном Объеме Известны Повторю Только Несколько Простых Правил Если В Вопросе Есть Правильный Ответ Не Делайте Его Визуально Заметным То Не Должен Правильный Ответ Сразу Глазами Чувствоваться То По Длине Своей Или По Каким То Другим Параметром Исключите Отрицание В Тексте Вопроса Чтобы Не Не путать Ваших Опрашиваемых Чем Больше Вы путаете Вопрос Тем Больше Вы Сдвигаете Тот Результат Который Получите От Того Что Вы Хотите Получить В сторону Понимания Того Что Вы Написали То Вы Больше Будете Тестировать Способность Ваших Слушателей Понимать То Что Вы Нагородили Вашем Вопросе Ну И Последний Четвертый Пункт Он К тому же Относится Избегайте Наукообразия Пишите Простым Человеческим Языком Для того Чтобы Опять же Тестировать То Что Вы Хотите Протестировать А А не Способ А не Способность Ваших Слушателей Понять Ваш Язык Изображение Ну Изображение Это Очень Важная Важная Часть Ваших Вебинаров Хочу Обратить Внимание Что Изображение Это Не Просто Иллюстрация Но И Визуальная Метафора Не Обязательно Использовать Только Те Изображения Которые Прямо Указывают Или Дополняют Ваш Тезис То есть Ну Иллюстрация В смысле Иллюстрация Учебника Где дается Например Геометрические Изображения Того Какой-то Задачи Иллюстрация В презентации Часто Является Просто Визуальной Метафорой То есть Тем Визуальным Якорем За который Должен цепляться Глаз Вашего Вашего Слушателя Конечно Это должна быть Именно Метафора Которая В метафорической Форме Ваш тезис Каким-то Образом Представляет Это не Должна быть Произвольная Картинка Которая Вообще Ничего Не показывает Качество Картинки Это Качество Вебинара То есть Не Используйте Картинки Плохие В плохой Цветопередаче В плохом Разрешении Всегда Как Ну Не всегда Как правило Если вы Подобрали Какую-то Хорошую Метафору И она В плохом Разрешении Есть возможность Поискать То же самое Изображение В хорошем Разрешении Не ленитесь Это делать Потому что Еще раз говорю Качество Картинки Это Качество Вашего Вебинара Пункт Третий Альфа Канал Улучшает Привлекательность Вот этот Третий Пункт Мы сейчас Рассматриваем Что такое Альфа Канал Вот видите Этого Котика Манола Он Имеет Вот такую Сложную Границу Это Означает Что у Него Есть Альфа Канал То есть Он Встраивается Со Своим Фоном На Любую Презентацию Которую Любой Фон Серый Белый Зеленый Не дай бог Конечно Вот Он Всегда Будет С такой Сложной Границей Вот Такая Вот Сложная Граница Говорит О том Что Как бы Метафорически Это Означает Что Объект Встроен В саму Презентацию Что Не Картинка Встроена А Изображенный Объект Встроен В презентацию Поэтому Это Здорово Повышает Качество Качество Восприятия Если У вас Есть Возможность Находить Такие Иллюстрации Делайте Именно Так Если Вам Надо Использовать Картинку В высоком Разрешении Что В этом Случае Делать Лучше Лучше Класть Просто Вот Так На Экран А Давать Загрузить Слушателям Вот Вам Пример Я Сейчас Дам Картинку В высоком Разрешении Эту Картинку Я использую Обычно На своем Вебинаре Посвященном Осям Времени Это Одна Из Осе Времени Выполненная В виде Плаката Большого Можете Сейчас Эту Картинку Скачать Она Называется History Map Вайда И Посмотреть На нее Я конечно Могу Ее Сейчас Показать Но На экране Она Будет Выглядеть Не Очень Не Очень Хорошо Ее Придется Увеличивать Вот Причем Каждый Из вас Будет Увеличивать По своему Синхронизировать Это В этой Вебинарной Системе Невозможно Вот Ну а Если Ее Скачать И Разглядеть При помощи Тех Средств Которые У вас Есть Не Вебинарных Это Будет Сделать И После Вебинара Таким Образом Если У вас Есть Картинки Высокого Разрешения Дайте Их Загрузить Слушателям Пусть Они Их Рассмотрят Не Вебинаре А Каким То Другим Способом Напоминаю Что Картинки Бывают Очень Разных Форматов Используйте Те Форматы И Размеры Которые Допустимы Вашем Вебинаре Ну и Наконец Всегда Думайте Над тем Показывать Вставлять В презентацию Ваш файл Или Показывать Ее Отдельно Даже Если Это Не Очень Высокого Разрешения В отдельных Случаях Полезно Показывать Презентацию Отдельно В общем Надо Всегда Смотреть Если Вы Хотите Презентацию Если У вас Иллюстрация Сама По себе Является Объектом Который Надо Показывать Лучше Ее Либо Встроить На Весь Кадр Слайда Либо Показать Отдельно Если Она Является Вот Такой Вот Метафорой Визуальной То Можно Ее Поставить Сторонки И Рядом Написать Тезисы Важной Частью Важным Частным Случаем Изображения Являются Скриншоты Скриншоты Мы Используем Тогда Когда Поясняем Что-то Связанное С Какими-то Сторонними Файлами С С С С С С С Каким-то Программным Обеспечением И так Далее Но Скриншоты Можно Сделать Хорошими Можно Сделать Плохими Вот Пример Плохого Скриншота Это Программа Camtasia Stadia Во Весь Экран Скриншот Снят Всего Экрана Почему Он Плохой Ну Во-первых Зачем Вот здесь Нижняя Вот эта Полоска Совершенно Не нужна Никому Она Ничего Не Поясняет Вот Это Невозможно Прочитать Это Очень Важные Вещи Да Это Части Интерфейса Их Невозможно Прочитать Зато Много Пустых Полей Эта Эта Часть Тоже Излишне Вот В таком Размере Показывает Вот Еще Пустое Поле Само Приложение Таким Образом Сделано Расположено На экране Что в нем Много Пустот И при этом Много Мелких Деталей А как Как сделать Хороший Скриншот Ну вот Примерно Так Во-первых Показать Только ту часть Экрана Которую Надо Показать Во-вторых Вместо Изображения Всего Экрана Дать Изображение Части Экрана То есть Вывязать Из приложения То что Надо В-третьих Само приложение Сделать Более Компактным С тем Чтобы его Соотношение Его интерфейсных Частей Было Более Компактным И можно Было Бо Показать Это В увеличенном Виде Ну и Наконец Можно Добавить Вот такие Элементы Как Рамочки Стрелочки Ну и Другие Элементы Которые Показывают Направление Действия Связанное С этим Скриншотом Вот Как же Изготовить Такой Скриншот Есть Несколько Программ Которые Называются Скриншотеры Я Использую Скриншотер Который Называется Clip2Net Или Clip2Net Это Скриншотер Не бесплатный Но в котором Есть совершенно Замечательный Бесплатный Тариф Вот Используйте Его И будет Вам Будет Вам Счастье Я когда Начал Его Использовать Сразу Свою Производительность Увеличил В несколько Раз Ну то что Касается Скриншотов Вот Более того Такие Скриншоты Можно будет Делать Буквально За несколько Секунд И Отправлять В чат Если Такая Есть Необходимость Из Из Облака Этого Этого Приложения Другие Скриншотеры Это MonoSnap MonoSnap Это не только Скриншотер Но еще И Такой Скриншотер Скринкастер В котором Можно делать Очень простые Скринкасты Наподобие Скриншотов И их Тоже Демонстрировать Видеоролики Следующим Следующая Хорошая Большая Часть Контента Для Вебинара Несколько Тезис Связанных С видеороликами В вебинаре Во-первых Видеоролики Полезны Во-вторых Если это Просто Какие-то Демонстрации Используйте Видеоролики Длиной 1-3 минуты Если это Учебные Ролики То используйте Стандартный Размер Для учебных Роликов 4-7 минут Ролики Высокого Разрешения Это Очень Плохо Для Вебинара Специально Преобразуйте Ваши ролики В формат Средний Например В формат HD Если они Даны В формате Full HD То может Случиться Так что Часть Ваших Участников Просто Не увидит Этот ролик Потому что Им не хватит Трафика Для того Чтобы Этот ролик Посмотреть Из вебинара Разумеется Следим за Размером файла И его форматом Но это Для всех Видов Контента Надо следить Общий Объем Видео Вебинаре Очень сильно Зависит От задачи Спикера В принципе Да Смотрим Пункт 1 Видеоролики Полезны То есть Не надо Себя Очень сильно Корить За то Что вы Используете Видеоролики Иногда Разумным Является Объем В вебинаре Видеоролика До половины Всего Вебинара Если Вебинар Учебный И вам Важно Показать Детали И при этом Обязательно Важно Чтобы Это было Синхронное Мероприятие То До половины Вебинара Еще более Менее Нормально Если Больше То Это просто Видимо Вебинар Можно Заменить Видеозаписью Ничего Сложного Страшного Не будет Но вообще Где-то Оптимальный Размер От 10 До 30% Времени Вебинара Можно Посвятить Показу Видеороликов Кстати В этот момент Еще очень Удобно Выйти из Эфира И письменно Ответить на Те вопросы Которые вам Задали В чате А иногда Письменно Прокомментировать Какие-то Части Видеоролика Тоже Достаточно Удобно Вопрос Загружать Видеоролики В сам Вебинар Или Использовать Ютуб Я предпочитаю Загружать Очень часто Ну по крайней мере В Трех Из тех Вебинарных Систем Которые я знаю Воспроизведение Роликов В Ютубе Связано С ошибками Вот В данной Вебинарной Системе Вообще Жуткие Ошибки Происходят Когда Мы пытаемся Синхронно Посмотреть Ролик В Ютубе В других Системах Происходит Рассогласование Там И прочие Неприятные Вещи Поэтому Если есть Возможность Загружать Используйте Загружаемые Видеоролики Если надо Отослать К Ютубу То делайте Это Уже После Вебинара То есть Говорите Вашим Слушателям Что А потом Вы можете Посмотреть Вот такой Вот ролик И кидайте Этот ролик В Ссылку На этот Ролик В чат Например Важной Частью Важным Частным Случаем Видеороликов Являются Скринкасты Скринкасты Хороши Тем Что Они Демократичны И Практически Каждый Спикер Может Изготовить Такой Скринкаст Это Не составляет Очень уж Такого Большого Труда Прекрасно То Что Скринкаст Это Контент Двойного Применения Что Значит Двойного Применения Это Значит Этот Скринкаст Пригодится Вам Не только На этом Вебинаре Во-первых На следующем Вебинаре А может Быть И Вне Вебинаров Может Быть Это Отдельный Учебный Ролик Который Будет Использован По Своему Назначению Таким Образом Контент Сделанный Для Вебинара Может Служить Для Невебинарных Нужд Учебных И наоборот Ролик Который Вы Сделали На курсе Для курса Контента Курса Можно Показать Внутри Вебинара Это Здорово Это Экономит Ваше Время И Ваши Ресурсы Третий Очень важный Для меня Пункт Я часто Использую Этот Прием Не мой Скринкаст Прекрасная Вещь Для Вебинара Обычно Когда Я веду Курс Или Вебинары По Учебному Видео Я говорю Что Вы можете Подготовить И не мой Скринкаст То есть Скринкаст Без Вашего Речевого Сопровождения Но В этом Случае Имейте Ввиду Что Вся Смысловая Нагрузка Должна Лечь На Видеоряд А это Не так Просто То есть Просто Так Убрать Звук Не Получается Без Пояснений Должно Быть Тогда Все Понятно Из Видеоряда А это Сложно Однако Есть Исключение Если Вы Специально Готовите Ваш Видеоролик Для Вебинара То У вас Есть Возможность Прокомментировать Этот Видеоролик Прямо В процессе Вебинара А это Значит Что Вы Просто Пишите То Что Считаете Нужным Достаточно Быстро Чем Это Хорошо Это Там В 3-4 Раза Быстрее Чем Видеоролик Традиционный С Пояснениями Голосовыми Вот И Потом То есть Прямо Перед Вебинаром Там Где-то За Несколько Часов Или Накануне Писешьте Немой Скринкаст И потом Озвучиваете Его Уже В процессе Самого Вебинара Запускаете Видео Себя Не Отключаете А Голосом Комментируете То Что Происходит На Экране И В большинстве Случаев Пункт 4 Следующий Из Пункта 3 Это Заменяет Демонстрацию Экрана То То Что Вы Хотите Показать Посредством Демонстрации Экрана То Подключение Вебинара К Тому Что У Вас Происходит На Вашем Экране В Большинстве Случаев Можно Заменить Немым Скринкастом Ну Собственно О демонстрации Мы поговорим На Следующем Вебинаре Ну И Наконец Просто Использование Видео Улучшает Качество Вебинара Потому Что Дает Возможность Вести Динамику Любой Скринкаст Любое Видео Это Динамика А Вебинар Часто Страдает Из-за Того Что В нем Добавляет Динамику И это Здорово Чем Можно Писать Скринкасты Много Говорил На других Вебинарах Здесь Просто Вкратце Назову Не Называя Не Конкретизируя Самое Простое Скринкастом Атик Это Сервис При помощи Которого Можно Записать Простой Скринкаст Второе Простое Средство Это Айспринг Фрикам Это Уже Программка Которую Надо Скачать Но Программка Совершенно Бесплатная И С Хорошей Русской Документацией На сайте Компании Айспринг Тоже Очень Рекомендую Ну И Если Вы Занимаетесь Этим Уже Более Даже Не хочу Произносить Слово Профессионально Но Более Часто То Уже Имеет Смысл Наверное Вот Использовать Такую Программу Как Камтазия Стадия Которая Идеально Для Учебных Целей Подходит Совмещает Простоту И функциональность Имеет Видеоредактор И так далее То есть Вот Это Та программа Которую Использую Лично Я Например Ну И Наконец В конце Пару слов Про Creative Commons Creative Commons Это Открытая Лицензия Которая Позволяет Вам Встраивать Чужой Контент В том Числе И В свой Вебинар Это Очень Здорово Разные Виды Контента Есть Которые Можно Встраивать Иногда Ну В частности Чаще Всего Для производства Ваших Видеороликов Вам Понадобится Музыка Для фона Вот Используйте Вот Эту музыку Которая Находится В Библиотеке Ютуба Там Вы можете Подобрать Музыку По Инструменту Настроению Длительности И так далее Можно Использовать Также Музыку И спецэффекты Которые Находятся На Сайте BBC Sounds Effects Вот Здесь Вот Можно Использовать Даже Целые Видео То есть Вставлять Чужие Видео В свои Вебинары Если Это Видео Вот Внизу У этого Видео В описании Написано Что Лицензия Creative Commons То это Значит Что Лицензия Кстати Безотзывная То есть Если Вы Один раз Назвали Свой Контент Creative Commons То отозвать Вы Эту Лицензию Через Год Не Можете Один Рассказанное Становится Навсегда Разрешенным Вот Так вот Если Вы Увидели На Ютьюбе Такую Надпись Это Значит Что Этот Вебинар Этот Контент Видеоконтент Вы Можете Вставить Прямо В Свой Вебинар С Указанием Авторства Обязательно Авторство Не Является Вы Не Можете Присвоить Себе Авторство Вы Обязаны Указать Автора Вот Но Без Каких Либо Финансовых Обязательств С Вашей Страны То есть Абсолютно Свободно Если Вы Ищите Картинку С Открытой Лицензии Используйте Google Поиск По картинке Инструменты Поиска Дальше Права На Использование И С Лицензией На Использование Тут Правда Неприятно То Что Количество Картинок При этом Выдачи Резко Уменьшается Ну Зато Вы будете Понимать Что С юридической Точки Зрения У вас Все нормально В вашем Вебинаре Наконец Используйте Для поиска Медиа Свободного Медиа Вики Склад Вот здесь Я использовал Старый Кадр Да Здесь Уже Не 43 А 53 Где-то Или даже Больше Больше 50 50 Не помню Сколько 50 Плюс Напишу 50 Плюс Миллионов Свободных Для дальнейшего Использования Медиа Медиа Файлов Которые Кстати Не всегда Нормально Ищутся Средствами Google Картинок Картинок Залила в свое время На Вики Склад Огромное количество Визуальной информации За что Огромное спасибо Особенно спасибо Что она провела У нас Вот этот Вебинар Который Называется Как Википедия Хранит старинные книги Википедия Как книга Хранилища Ну на самом деле Вебинар Не только этому Был посвящен Не только Старинным книгам А и вообще Медиа файлам Как искать Медиа файлы На Вики Складе Вот Это очень полезная Информация Я например После этого Вебинара Гораздо Расширил Свои возможности По поиску Картинок Которые мне нужны Все Собственно Наш вебинар В основном Закончил Закончил Хочу только сказать Вот Закончивать Вот такой фразой После того Как У вас Готово Готовы ваши Материалы Вы можете Вспомнить Вот эту Вот это Высказывание Великого режиссера Французского Рене Клэра Когда его Спросили Еще ничего нет Да Что можно Потрогать пальцами Когда же будет Фильм Он сказал Фильм готов Его осталось Только снять То есть Все Все созрело Структура Есть Все понятно Осталось Только воплотить Вот Когда у вас Готовы материалы Вы можете То же самое Сказать Про вебинар Вебинар готов Его осталось Только провести Последний Кадр Это то Что мы будем На третьем Вебинар 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 Так Вебинар Вебинар Во